Дорогие друзья, перед началом фильма важное объявление. Мы сделали телеграм-канал. В нем будут размещаться дополнительные материалы, не вошедшие ни в один из фильмов. Различная справочная и эксклюзивная информация. А также включение в режиме реального времени во время экспедиции. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Будем вам рады. Дорогие друзья, в наше время крест в круге это всего лишь обычная декорация на стенах зданий и ограждениях. Это так и называется декоративная решетка. Это на самом деле красиво и большинством признается как единственный смысл. Не многие знают или догадываются о том, что эта символика это каргокульт, ну то есть подражание чему-то другому. Даже это уже забылось, не то что первоначальный смысл. К великому сожалению, в современном обществе знания являются фрагментарными. И такой эволюционный путь в кавычках проходит многие предметы и знаки прошлого. Сначала им задается одна цель, затем они являются элементами каргокульта, а затем обретают новое значение, которое становится единственным. Примеров тому масса, но мы не будем пытаться объять необъятное, а поговорим сегодня лишь про крест в круге, тем более, что уже давно обещали раскрыть его тайну. В наше время крест в круге в большинстве своем используют просто как красивый знак для татуировки или кулона, украшений зданий или оград. Выполненные на высоком профессиональном уровне, они заставляют восхищаться умением современных художников и кузнецов. Но, видимо, где-то на подсознательном уровне люди понимают, что это не обычный символ, а нечто гораздо большее. Но мы не будем верить или не верить, у нас не религия. Мы попробуем разобраться в этом вопросе с научной точки зрения, учитывая различные стороны. Итак, в наше время крест в круге имеет несколько смыслов и значений. Культовый, христианский, языческий, а также практический, научный и промышленный. Для начала давайте разберем все эти знания, которые в этот символ вкладывают различные современные ученые, как официальные, так и альтернативные. Мне трудно догадаться, что все эти смыслы так или иначе культовые. Будем считать разбор культовых смыслов краткоофициальной исторической справкой. Первый смысл – языческий. Цветок жизни или громовой знак, или громовое колесо – знак Перуна. Громовой знак похож на современную букву «Ж». Представляет собой шестиконечный крест или лепесток, помещенный в круг. Символизирует, что Перун есть бог-защитник жизни. Кстати, в алхимии это символ магния, но про это немного далее. Знак Перуна был очень широко распространен, и его использовали практически повсюду. Орнаменты на одежде, резьба на избах, на прялках и так далее. В некоторых странах до сих пор является запрещенным. Друзья, большую часть символики, связанной с крестом в круге, не могу здесь показать, так как во многих странах эти знаки считаются экстремистскими. Однако, благодаря поисковым системам, при желании, вы сами можете все их найти и рассмотреть подробнее. Второй смысл, тоже языческий. Крест является не только символом цветка жизни. Он издревле был сакральным символом равноденствия для наших дедов и прадедов, ведь наши предки поклонялись солнцу и огню. Эту информацию подтверждают археологические находки практически по всей территории Земли. Задолго до принятия христианства русичи носили оберег с крестиком, только он имел несколько иной вид, чем современный христианский символ. Третий смысл, также языческий. Семаргл, бог огня и огненной стихии в славянской мифологии. Считалось, что он способствует выздоровлению, через подъем температуры прогоняет жаром хворь. Очищение огнем при этом происходило не только тела, но и души. Четвертый смысл, христианский. Но прежде чем разбирать христианское объяснение этого символа, необходимо еще раз подчеркнуть то, что крест сам по себе изначально не является христианским символом, а заимствован у язычников. Тем более крест в круге. Круг также дохристианский символ, чье изначальное значение было воспринято христианским учением. Универсальный смысл вечности и вечной жизни исключительно часто встречается на надгробиях. Наиболее распространенная форма символа круга – крест в круге. Это кельтский крест, а также символ Троицы – три соединенных между собой круга. Вот, например, храм Дуома в Милане. А вот образцовое знамя Георгиевского, 68-го лейб пехотного Бродинского имени Александра Третьего полка, 1878 год. Обратите внимание на фрагмент по углам знамени. Он очень напоминает славянский символ звезда Руси. Еще его называют знак Сварога. Пятый смысл – алхимия. Сама по себе алхимия полна различных знаков и символов. Крест в круге не стал исключением и здесь. Он используется очень часто в различных вариациях для обозначения многих процессов и элементов в алхимии. Так, например, шестиконечный крест в круге – это символ химического элемента магний. В первом смысле у славян это называется громовой знак. Шестой смысл – астрология. Крест в круге – это символ планеты Земля. Седьмой смысл – географический. Наверное, все знают слово «окрестности» от слова «окрест», то есть «вокруг». Крест в круге – это символ движения и пространства. В большинстве случаев равносторонний крест был заключен в круг, который олицетворял окружающее пространство, а четыре линии креста обозначали четыре стороны света – север, юг, восток и запад. Кроме того, четыре позиции крестовых линий означали положение Солнца на небе и символизировали четыре времени года – осень, зиму, весну и лето. Изображение креста символизирует и вращение электронов, а крест, то есть «вокруг» ядра атома. Спиралевидное означает движение планет. Крест олицетворяет движение видимой части звездного неба с точки зрения земного наблюдателя, а крест, то есть «вокруг» полярной звезды. Восьмой смысл – технический. Символ негасимого огня. Крест в круге – это схематичная модель ядерного реактора. Внешний контур, внутренний контур, число лучей – шесть или четыре. Это символически означает количество распадов в секунду или атомную массу сырья, например, уран или плутоний. Девятый смысл – время. Циферблат со стрелками – это тоже крест в круге. Ну тут вы, наверное, скажете, минуточку, какой же крест, ведь стрелок-то всего три, часовая, минутная и секундная. И будете правы. Да, сейчас именно так. Но кто вам сказал, что раньше не было четырех стрелок? Или что вообще стрелки двигались по циферблату, а не наоборот? Чтобы вам, друзья, было проще понять, при чем здесь время, позвольте привести некоторые выдержки из некоторых старинных индийских текстов. В брехатх-сахатха содержится описание единицы времени меньше секунды. Из этого источника мы делаем вывод, что раньше день делили на 60 кал, каждый из которых составляло 24 минуты. Кала была разделена на 60 викалов, каждая из которых равнялась 24 секунды. Следующими в 60 раз меньшими единицами были пара, тат-пара, витат-пара, има и, наконец, кашта. Одна трехсотмиллионная доля секунды. Что могли делать древние индусы с долями микросекунд? Одна трехсотмиллионная доля секунды, кашта, не может иметь никакого практического смысла без приборов, которые могут измерять время с такой точностью. С другой стороны, в наше время известно, что время жизни некоторых атомных частиц, гиперонов и мизонов, близко к одной трехсотмиллионной доле секунды. Таблица Вархаммер, датированная 550 годом нашей эры, содержит математические величины, сопоставимые с размерами атома водорода. Эти числа также передаются нам из далекого прошлого. В книге Браминов, Сиданта, Чарамани используются различные единицы времени, которые меньше секунды. Последняя, наименьшая из них, трутти, составляет 0,3375 секунды. Ученые, изучающие санскритские тексты, недоумевают, так как они не могут понять и объяснить, для чего такая маленькая единица времени могла использоваться в древности и как ее можно было измерить без соответствующих инструментов. Одним словом, тексты, пришедшие из далекого прошлого, свидетельствуют о том, что уже тогда были глубокие познания в атомной физике. Как вывод по всем девяти символам? Обратите внимание, друзья, что даже абстрактные объяснения официальных ученых, философов и прочих системных деятелей, все эти объяснения между собой не противоречат, а напротив, во многом похожи и очень хорошо друг друга дополняют. Именно поэтому крест в круге, который является символом мирного атома прошлого, содержит в себе описание громового колеса, негасимого огня, вечной жизни, времени, круговорота веществ, движения и пространства. Все эти описания как нельзя лучше подходят под описание цепной реакции ядерного распада. Тут важно понимать, что назначение предметом и знаком культового смысла было неизбежно при составлении новой хронологии в период постапокалипсиса. То есть появление карго-культа на основе увиденного эффекта действия высоких технологий было неизбежно. Кстати, анг – это одна из родновидностей креста в круге, точно так же, как символ ислама, купольный крест в православии и череп с костями. Это все одно и то же. У этого символа много различных интерпретаций в разных знаках, но чтобы не оскорблять чувств верующих и не перегружать вас информацией, друзья, сегодня мы рассмотрели только классический крест в круге. А теперь, друзья, позвольте оставить вас наедине с вашими мыслями, но я с вами не прощаюсь, впереди еще много интересного. Благодарю вас за то, что досмотрели до конца. Все вам доброго, до скорых встреч!